всем привет вы на канале своими руками сходила магазин купила кучу семян хочу показать я взяла ну перво-наперво я решила приобрести обязательно перец острый чили очень захотелось его посадить он ультра скороспелый обильное плодоношение но мне нравится как он еще растет очень красиво у него прекрасные плоды красные яркого цвета вот обязательно его посажу длительный период плодоношения написано один из лучших сортов также я взяла еще перец это перец сладкий золотой юбилей он среднеспелый крупноплодный вот я решила приобрести тоже такой перец еще пока время есть и посадить перчик надо успевать и дела еще один это перец сладкий арсенал к сожалению у меня в магазине были вот такие только сорта других больше не было но здесь он написано высокоурожайный и смотрится очень красиво садить его как раз еще успею также посеять некоторые перец мне еще вот который я посеял он еще даже и не зашел поэтому все успею конечно но вкусовые качества хорошие то есть я такой перец уже садила мне он принципе понравился можно для еды конечно садить вот такие три перчика я опять приобрела которые вот сегодня прямо буду садить также я взяла еще начала виднее готовится к посеву моркови конечно же еще рано и сеять сразу я конечно в открытый грунт и буду сеять но тем не менее уже начинаю заготавливать семена вот у меня какие-то уже были и здесь я еще взяла вот такие прежде всего мне нравится сорт королева осени плоды крупные длинные это вот один из моих любимых сортов поэтому я ее приобрела несмотря на то что на поздний спелая все-таки морковочка вырастает на славу массой 86 85 230 грамм также мне нравятся крупные такие вот морковочки такие как морковь красный великан тоже для зимнего хранения также он крупноплодный хотя немножко формы не такая более такая морковочка потолше как мы здесь вот видим да но вот один год так мне вообще такие крупные огромные выросли морковочки но просто красота для приготовления вот салатов это идеальный вариант также взяла морковочку детскую сладкую это не нежная вот такая морковочка средне спелая вкус у нее действительно такой есть вот как здесь написано сладкая на длинная как мы видим по форме и вот не захотелось также ее взять морковь столовая долголежкая такую морковочку я не садила написано что она для длительного хранения поэтому я вот решила ее попробовать в этом году посеять считается одним из поздних сортов так сто сорок пять дней а вообще-то написано высоко урожайная ну да тоже красный великан который я уже показывала две у меня такие упаковочки еще есть вот такая ластина островская она тонкая может быть немного но длинная и вот не очень нравится вот эта морковочка также очень нравится иногда вот если я ее плохо прорежу то она прямо однако дной растет но прямо рядом 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 столько получается морковки много с одной грядки можно собрать то есть в глубину вот эти грядка рыхлая она действительно на растет и очень много ну вот морковь столовая еще есть вот такая витаминная это тоже средне спелая средне спелая вот такой сортила и всего вот я сегодня приобрела это раз два три 4 5 6 7 7 таких упаковочек они у меня все по 16 рублей на все семена я сдержала 500 рублей но очень любую покупать семена значит надо брать также я начала запасаться огурцами так сколько из дела вот те руки нашла вот разные хотелось взять вот такие такие попробовать посадить вот такие увидела может быть еще потом куплю ну вот зазуля суты принципе неплохой но хотя вот я садила еще китайские сорт китайские семена так и называется китайские длинные на те мне даже еще больше для салата понравились но это вот опять тоже ранние устойчивых болезням и я вот один раз рано-рано их смогла вырастить и вот конечно же когда если раньше их садить было мне такое получилось но потом так устала с ними что просто садила в открытый грунт и они в открытом грунте росли то есть принципе вот такие семена такие вот огурцы и семена таких огурцов можно покупать и садить у нас даже сибири также я взяла вот такой огурец я уже покупала ультра скороспелый для открытого грунта или я плохо ухаживала за этим огурчиком или что за этими огурчиками они меня выросли это слишком маленькие и кустики хотя здесь вот написано кустик в принципе не совсем вот такой маленький поэтому в этом году наверно почва просто прошлом году не понравилось моим этим огурцам в этом году постараюсь посадить в хорошую землю и посмотрим может быть действительно он у нас этот огурчик вырастет для так то вообще-то он написано ультра скороспелый для открытого грунта поэтому вместе он с озулей можно попробовать посадить пораньше еще вот такой огурец салтан скороспелый высоко урожайный вот такой сорт приобрела тоже так же мая садить можно далее огурец клавдия скороспелый все стараюсь брать скороспелый потому что хотелось бы чтобы были пораньше огурчики далее апрельский тоже один из ранних сортов прекрасно растет и в открытом грунте хотя я закрывала все таки его пленкой но иногда прикрывала иногда открывала и еще вот такие лучки я взяла такие некрасивые ровненькие смотрятся на картинке деликатесные называются лабелла если я правильно произношу улучшенные хрустящий вкус ну прямо вот так написано такая фотография красивая что я не удержалась и тоже взяла вот такие семена огурцов я приобрела один апрельский то есть много я не стала брать еще конечно буду покупать время еще не ушло две вот зазули у меня получилось вот таких вот семян я взяла тоже 6 6 упаковочек нет даже 7 даже 7 с малышом будет так далее что я еще сегодня приобрела вот такой подсолнечник печки лавочки высокие урожайные ну как без них высоту в огороде да поэтому мне захотелось взять ранние спелые написано что прекрасный сорт высотой до 170 сантиметров буду обязательно садить так еще мы садили фасоль но она больше цвела цветка не любовались а здесь я взяла фасоль другую это фасоль спаржевая золотая сакса раннеспелая высоковрожайная кустовая вот такую фасоль я приобрела и буду садить ее в мае или июне кукуруза супер ранние супер сладкая но нам конечно вот такую кукурузу нужно садить и рассадой скорее всего иначе она не успеет нас дойти у нас все таки холодновато мы долго и весна у нас позднее и осень затем холодная поэтому всему придется вот садить мне рассадой но захотелось купите в этом году кукурузу так как мы хотим завести еще курочек и не только для себя мы будем попробуем кукурузой кормить они говорят все едят так что я еще приобрела несмотря на то что у меня много своих семян и помеи я еще не смогла удержаться и купила смесь вот окрасок это тоже длинные конечно высокие цветы это у нас уже будет вертикальное зеленение прекрасно они вырастают растут вьются и можно конечно скрыть вот какие-то такие места которые вам не хотелось бы чтобы было видно поэтому мне тоже очень нравятся такие цветы к тому же они однолетники не надо их хранить посадил сразу на место и они вырастают очень высокими красивыми вот такие замечательные цветы также я взяла еще питунью ну как же без него тоже я уже покупала питунью но думаю надо еще докупить потому что семян все таки маловато я уже сел поснимала видео там где-то по 10 штучек некоторых в одной побольше но здесь тоже скорее всего очень мало семян вот в этой 10 вот точно такая же у меня была она мне хорошо питунья это взошла и поэтому мне захотелось еще купить я еще решила посадить 10 штук питуньи ну и на всякий случай взяла еще вот такую это питунья звездопад здесь тоже смесь окрасок сколько здесь штук питуньи не написано потом посмотрю ну как без цветов в саду обязательно надо время сейчас садить надо успевать ну и вот сегодня же мне тоже надо сеять как питунью так и вот сальвию также это одни из моих любимых цветов прекрасно цветут все лето яркие красочные клумба смотрится прекрасно можно хоть куда ее посадить цветет вот как вот если высадками садить конечно рассадой то можно сразу цветущую посадить после заморозков и будет свести до поздней осени действительно все лето цветет но разве это не прекрасные цветы их можно сочетать с разными другими цветами посадите рядом как-то вот действительно комбинировать хотя я вот пока это не делала боялась что получится не получится но вот некоторые вот так делают и смотрится очень красиво поэтому советую также обязательно садить вот у меня тоже есть свои семена сальвии но я все-таки побоялась правильно собрала неправильно зайдут не зайдут и я на всякий случай взяла еще две вот такие упаковочки ну и для того чтобы вам тоже показать действительно надо покупать такие цветы они будут украшать также мне очень нравятся цветочки это портула в прошлом году тоже я сеяла сайт но они вернее даже не сеяла они сами как насеялись и взошли были такие слабенькие еле еле живые я их рассаживала рассаживала но столько потому что я их поздно посадила и была сильная жара для них я за ними плохо ухаживала и вот в этом году я решила взяться за них и сделала вот сама просто купила семена их посею будут следить за ними но что хорошо их можно сразу садить уже в апреле мая там даже в грунт можно посеять пораньше но где-то на улице уже поэтому принципе они неприхотливые цветы привлекательные красивые и низкорослые самое главное вот эти кому-то нужны цветы низкорослые это как раз прекрасный вариант далее астры я думаю обязательно должны быть саду и вот у меня тоже есть семена конечно я и еще до докупаю вот такие семена как принцесса микс вот такие семена еще взяла смотрится прекрасно на фотографии вот обязательно посажу ну рассадой мне тяжеловато их выращивать хотя выращивала вот и если в открытый грунт и все эти не быстро но опять поздно у нас потом расцветают ну вот смотря как время будет так также я взяла еще томат это санька написано что ультра ранний хотя у меня уже помидорчиком принципе достаточно много и так на покупала ну вообще цена вот 8 рублей думаю недорогие семена думаю взять надо попробовать вот в этом году буду пробовать сеять вот такие семена вот отдельно посадите посмотри что семена так и еще первый год до этого я никогда не садила такие вот взяла цветы это мирабелис посмотрела в интернете принципе смотрится великолепно красиво но почему думаю не взять здесь и принципе 60 сантиметров высоты и цветы принципе привлекательные можно их садить как горшки такие просто почву смотрится великолепно разных цветов бывает конечно эти цветы многоцветие можем так сказать они распускаются вечером уже ближе к вечеру после второй половины дня поэтому прекрасно подойдут для озеленения от того места где вы отдыхаете летом и такие кусты можно посадить и такие цветы можно посадить хоть куда в любое место сочетать также с другими цветами ну вот такой однолетних собирать можно посредством я один раз только купила эти цветы также потом можно после цветения собирать эти семена и на следующий год у вас будут уже свои поэтому прекрасный вариант попробовать что-то новое в своем саду вот столько семян я покупала очень много сегодня и я думаю что многие любят покупать семена и хотелось мне еще вот купить некоторые другие но у нас пока в принципе я не нашла семена буду искать покупать и снова вам показывать на этом я с вами прощаюсь всем пока оставайтесь с нами до новых встреч